больше поправок в 2194 чем в 2195 поправок почему потому что я начну давайте с обратно с 2195 это закон касательно электронных аукционов вот он получается предполагает то что вся земля будет продаваться с электронных аукционов внедряется определенная площадка под это все дело вот и но на самом деле это ничего не отличает от закона про закупки потому что там на самом деле есть выясновки экспертного управления верховной рады где говорится о том что там нарушена принцип качества закона качество юридической техники то есть закон идет в разрез с терминология то есть получается внедряется терминология которая определением нет ни в одном законодательстве с него ну ну не в одном нормативном правом акте украины то есть и как она будет регулироваться это непонятно то есть это получается пробел законе то есть непонятно что примеры там понимается но самое главное в этом законе то что к примеру если брать продажу земель и которые в пределах населенных пунктов находится там они продаются ниже чем не ниже чем экспертная оценка то есть экспертная оценка оценивает эксперты вот то есть это рыночная цена если и конечно занижать не будет то что касается земель сельхоз назначения за пределами населенных пунктов то там говорится о том что продается не ниже нормативно денежной оценки земли то есть это если что было понятно простым гражданам это по балансовой стоимость балансовая стоимость у нас может быть любой кроме того разрешаю там устанавливается то что до окончания процедуры торгов ты не видишь участников но я не знаю чем это поможет урегулирование там земельных наших там правоотношений и в касательно то в отделе внуков продажи если принимать топс если принимать то обстоятельства что например мы не видим с кем мы имеем дело то есть на аукционе да то есть туда может его может выиграть любой член и кроме того там порядок я не помню там то ли оплаты то ли чего то там устанавливается кабинета министров хотя если брать через призму правособственность то самым главным является достоянием по конституции это земля и право только может определяться в пределах закона никакими подзаконными нормативно правильными актами то есть это говорит о том что в ручном режиме кабинет министра будет регулировать вот эти аукционы это касательно последнего законопроекта касательно вот этого первого 2194 там там это сложная ситуация даже сам аппарат верховной рады сказал что при втором чтении если интересным просто зацитирую что внесение в таких поправок сну столько в правоотношения является просто штучным то есть это штучный иск ну как бы искусственный законопроект который вам как бы мы замыливает глаза о том что да давайте сделаем дерегуляцию давайте сделаем все упростим но на самом деле все ведется к чему что например по 80 статье земельного кодекса говорится о том что иностранцы не имеют права покупать земли кроме если они покупают земли не сельхоз назначения в пределах населенных пунктов или за пределами если на них они имеют на них права собственности то есть если там примеру иностранец купил дом он имеет право выкупить землю под домом и там и придомовую территорию так вот у меня логический вопрос скажите а где в поле недвижимость ну понимаете то есть это конечно запрещает иностранцу покупать он даже там там у нас даже будки нет и сарай он себе не купит для того чтобы потом даже поле выкупить то в этим законопроектом вводится о том что можно спокойно брать и менять целевое назначение там нивелируется вообще принцип целевого назначения земельного участка вот что это упрощается то есть получается любой фермер он берет сельхоз земли сельхоз назначения переводит вниз сельхоз назначения и вы разрешает иностранцу их купить их продает при этом не делается никакой экспертизы проекта отвода и получается что иностранец получает себе землю сельхоз назначению по факту но юридически она уже не выведена сельхоз назначение нужен не сельхоз назначение то есть там можно строить там все что хочет но там и тем не менее обрабатывать кроме того убирается то что самое главное это дозвил на снятие грунтового покрова то есть и да я действительно с вами согласен что можно снять черноземы и вывести их просто за границу кроме того самое интересное что разрешается выучение особо ценных земель то есть вы себе представляете да самые ценные земли украины возможно будет продавать иностранцам ради 700 миллионов долларов вот такая вот идет якобы у нас дерегуляция и и и и